всем ребят привет сегодня у нас очередной выход приехали мы на всю ту же деревню походить по огороду и знаете подвезли здесь одного старичка до местного клуба клуб местных пенсионеров так называемый они здесь не бухают ребят нет мы не бухают они здесь совсем играют в карты затем домино в общем любопытно и мы вот с парнями сейчас зашли туда общаемся я решил записать довольно таки интересный сюжет тем что действительно вот домик невзрачный и клуб пенсионеров здесь они режутся конечно же там не обустроено ничего просто лавочки просто столик но мужики доброжелательные радужные один даже нас на свой огород пускал где мы нашли достаточно большое количество монет так что вот так вот зайду конечно вам покажу вообще как там что вообще обустроены дом незрачный ну просто клуб клуб веселых и находчивых мужичков так что зайдем пообщаемся может интересный нам и скажут просто не такой часто увидишь чтобы был мужской клуб мужской клуб веселых и находчивых мужчин а вот и решил вот немножко вас поснимать здесь прям принципе хорошо они обустроились даже вот баня баня у них туда и как камеры лежат для растонки хочу по черному да и красный угол здесь смотрите мне заинтересовал красный красный угол до красный угол очень древняя такая вещица здесь сколько она висит сколько она здесь висит уже очень древняя яйца вот печка здесь по черному вот и здесь они режут смотрите какой стол здесь прям болен здесь стучат и стучат лишь от полет аж отполирован он видите как он железный железный и лично сзади сидит по точно точно за этим столом вот как раз вот или че сидит он сидел тут написал он здесь счет своими мемуары вот такой мужской клуб пенсионеров да да мужской клуб пенсионеров скрывается от своих жен здесь общаются да жены наверное пилит дома да правда правильно правильно хотя это мало где видно чтобы видно на деревьях да а сейчас а сейчас пока нет не пьющий да это это я имею ввиду дежурный стаканчик нашел так что не надо говорит что вы здесь не пьете не надо да мы сейчас мы сейчас зашли взять кирсари ваша до водки у вас просто здесь нету все все выпили все выпили коньяк хотели коньяка нету водки нет ничего не а вот и не ну то что там чекушки маленькие остались а в нижнем магазине ну ладно спасибо спасибо мы пойдем пойдем искать огороды ну вот так вот ребята зашли просто поздороваться довезли старча до местного клуба вот так что посмотрим может быть где-нибудь перспективный огородик сегодня нам улыбнется как в предыдущих выпусках здесь между прочим они сказали что у нас конкурент ездить на белом джипе и он копает так что ладно ладно пойдем пойдем искать перспективные места огороды для копа надеюсь чего им тени нас улыбнется удача вот но видео есть записал вступление значит и что-то интересное все-таки найдется ну что ребята вот зашел меня позвал сергей на огородик вот и монета вышла что за монета ай с этой стороны вообще как алик а с другой стороны еще еще хуже не знаю монета ли нет но очень тонкая но это медь затертая до безобразия просто обычный как алик ладно хоть что-то выскочила посмотрим что дальше будет ну что ребят наверное хочу сказать что это первая достойная сегодня находка до этого была убитая затертая а здесь а здесь тоже самое тоже затертая ай-яй-яй тоже затертая с орла 2 копейки 1903 год хороший год очень хороший но затертый николай последний наш император всеяруси к сожалению последний очень печально дано еще по моему за точно да за точно видите деформирована за . какая-то только сейчас разглядел так серега ходит по полю рустик пошел по лесам по долам ладно идем дальше ну что ребята снова зашли на огороды снова сырость грязь земля липкая в общем таскаем вот такие вот штиблеты это еще отвалилась а так вообще хрень такая неприподъемная вообще жесть таких вот на каблуках мы ходим тяжко тяжко ребята очень тяжко ходить вот с такими вот башмаками вот пацаны где-то на тех вот на тех огородах где-то там лазить вот не знает чего у них с находками думаю хоть что-то нашли у меня пока голяк полный голяк походы все с этой деревней пора заканчивать не знаю прошлый коп не айс этот тоже пока не сдался не знаю что получится в основном сегодня но думаю будет что-то что-то все таки будет надеемся на это перешли на другой огородик здесь нами сергей рустик то и с нами новая участница полина полина которая всегда рядом с нами когда мы копаем в этой деревне я думаю на чем я сижу на таком оказывается это телега ребята это телега колеса железные вот в таких вот развалинах мы находимся чего полин как тебе при приборный поиск нормально прибор тяжелый кого испачкать прибор они не бойся не бойся полина заинтересовалась у нее своя коллекция есть и я показывал какая у на ней коллекцию не там есть александр это царица полей там еще несколько монет вот но начинающий начинающий кладоискатель она у мамы возьмет прибор и со следующей весны начнет в полном объеме искать в общем будет царицей грозой этой деревне да полин будешь царицей и грозой этой деревне кладоискательница а уложи конечно так у нее там что-то я накопает но котену там у нас накопает пропал что на это приборчик мы еще тяжело да тяжело девчонкам копаться тяжелый мокрой земле очень тяжело ладно ладно пойдем дальше ребят я заметил за такой статистикой когда я копаю с девочками постоянно лопата никому не нужна это уже не в первые не в первый раз между прочим копал я тоже с девчонками с начинающими они вдвоем взяли прибор лопату бросали если кто если кто-то наблюдает за моим каналом видеосюжет вы видели да с двумя девчонками копал лопатку бросили сами где-то куда-то убежали искать прибором ребята у нас находка девчонки у нас нас не вот так вот 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 это обычно вот 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 да ребят интересно когда девушки первый раз прибор берут очень смешно на них смотреть ну ну чего полин все скажешь по поводу приборного поиска тяжелое дело гвозди но ничего ничего когда будет свой прибор когда ты его изучишь тогда и будут находки первое начинание всегда тяжело особенно понять прибор а этот прибор не особо простой он очень музыкальный и снимут даже я до сих пор не могу привыкнуть лопату бросил в ямку которая сейчас будет прозванивать лопатку полин постоянно подальше от себя держи найдешь найдешь для тебя прибор просто еще полин сложный для тебя нужным прибор полегче и попроще например аська городовская аська 250 150 куча монет да будет но вот знаешь вот мы сегодняшнего весь день копаем у меня две монетки и у сережки крестик и у рустика крестик и все лопату держи подальше ей бы за женихами уже бегать она все блин лопата прибор на поле никто 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 на тебя не смотрит ну ладно чем вроде вроде девчонка симпатичная блин это у тебя лопата ладно пойдем наверное к парням посмотрим чего у них там интересного есть здесь к сожалению без находок без находок ну что ребята вот рустик демонстрирует свой крестик лепесток очень большого размера очень большого он больше среднего и относится к разряду больших это женский крестик лепесток с обратной стороны у нас молитва честному кресту и и датируется 18 19 век вот такая зачетная находка целая даже проглядывается белая эмаль но так в целом что пойдет пойдет ребятного по находкам которые мне сегодня достались совершенно даром монеты 20 копеек 33 царские монеты 3 копейки 1841 года николай вот эти монеты как бы царские частности были найдены на огороде вот елизавета 1769 год вот все это мы будем конечно же приводить в порядок чтобы они заиграли новыми красками к сожалению некоторые монеты были попытки почистить но к сожалению попытки убили убили монет так что у нас тут из-за интересного еще есть вот смотрите две копейки александра год 1815 дальше еще одна царская монета 3 копейки большая николай 1 год 40 так что у нас тут медалька даже есть медаль годовщина 20 лет победе так дальше что у нас тут повторяем ох вот это хорошая 1869 год хороший внешне бодрый вид очень хорошая и реставрация будет зачетная шикарная вообще очень хорошая монета дальше что у нас есть трешка двадцать четвертый год думаю восстановлю будет хорошая зачетная так есть убитая что-то что-то изуродовано изуродовано не знаю что это так есть так трешка 1903 года тоже хороший внешний вид трешечка так есть еще старинет советики советики а трешка тридцать четвертого так александр второй копеечка так олимпийский мишка ребят ухты 1980 год ребят так дальше значки еще есть 40 лет со дня победы классность 3 так разрядник бегунок второй вот такой вот за активную работу нечастый экспонат еще одна за активную работу вот такая вот медаль 25 чё за 25 надпись так трест 1959 1800 а 1984 теплоизоляции вот такая вот есть так что у нас тут еще есть интересного интересный вот смотрите рубль 1989 год не знаю почему но мне такие рублей очень нравится очень нравится символика советского союза многие конечно по свастике немецкой тащатся мне вот здесь очень много всяких суксу чё за монета узбекистанская республика и так чё у нас тут еще интересно есть 20 копеек 51 года пятачок 75 год вот 75 год хороший бодро так пятачок 30 года тоже неплохой пятачок 84 года так много монет различных различных других стран так даже какой-то алюминий есть цента с 1 цента с интересно даже с дыркой есть чё за дырка ничего себе тоже царской царской время 1906 год 5 баня 5 баня прикольно 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 неожиданный экспонат неожиданный так две тенге 5 54 год так и победитель соц соревнований 1979 год год моего рождения ну в принципе и все ребят заехали мы к пчеловодов и набрали смотрите чего смотрите чего рамки рамки вот вот на моя лежит это все для того же самого три стучки на троих спасибо пчеловода ребят у серёги находка и вот она монеточка и это у нас болен это у нас ушатанная деформированная двушка александра вот такой вот кругляшок ну как находка пойдет но как монета к сожалению двоечка даже не троечка двоечка ну ничего пойдет нормально нормально чё там сера красиво поеду жгонь да ладно идем дальше итак ребята серёга за собой оставляет монеты для видеосюжета и на этот раз деньга и это у нас деньга да пойдет деньга хоть что-то хоть кто-то копает пойдет 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 идем дальше ну что ребята его рустика наконец-то первое сегодня монета чё у серого там тоже идет поперла я распечатываю монету это у нас что это павлик 1 копеечка палубская бодренькая достойная год ребята год 99 любопытно и сохранить хороший зацепил зацепил а сейчас бегу к серёге все бегу серёга говорит хана монете до 2 копейки царицы полей убита тонкая ну ладно как находках пойдет серёга ребята сегодня удивляет то что мы находимся на огороде который мы с рустиком как бы выбили и смотрите копейка палубская 1799 год до сохранно похуже чем у рустика но все равно как находка зачетная все меня все опередили по находкам так что я последний ладно продолжаем то ребята серёга нашел но бросает мне и говорит давай как будто ты и нашел но я честный ребята я смотрите это как в прошлый раз помните да отламываешь кусочки а там монета то есть как монета как в коконе и вот сейчас я осуществляю такие надломы и смотрите счетом ох 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 чуть я не понял чуть такое чуть и такое квадратный копейка так я предполагаю то не знаю ничего не предполагаю может быть копейка а две копейки убиты александра ладно ерунда ерунда алик павел но все же убита и так ребят на этом я буду заканчивать свой видеообзор покопали в той же деревне находки к сожалению совсем совсем пусто но обзор по традиции все-таки сделала кто чего накопал в каком количестве так что смотрим а то батарея аккумулятор вообще кончился ну что ребят находкам получилось как-то не особо дорогу вот так что что хочу отметить только павловскую копеечку 1799 год а сохранчик более-менее а в остальном остальные монеты все как алики больше ничего интересного нету все царские монеты так что как-то получилось сегодня не очень